Решение по регулированию численности сайгаков в Западно-Казахстанской области примут до конца сентября. Об этом на встрече с фермерами региона рассказали депутаты Сената парламента. По их словам, в профильных министерствах приступили к разработке механизма компенсации ущерба, а также методологии сокращения численности диких животных. Рассказывает Альбина Кумаргалеева. От нашествия сайгаков вот уже четвертый год страдают фермеры сразу нескольких районов Западно-Казахстанской области. По данным специалистов, степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ, опустошили несколько тысяч гектаров посевной площади. Ущерб составил почти 8 миллиардов тенге. Животноводы ждут поддержки от государства. В компенсации никто не отказывает. До этого момента у нас не было подобного опыта в этих вопросах. Чтобы использовать бюджетные средства, нужны конкретные обоснования. Сейчас этим занимаются специалисты ведомства. После завершения всех работ будем закладывать деньги в бюджет. По вопросу регулирования численности сайгаков, свои пояснения дал вице-министр экологии и природных ресурсов страны. Прошло уже 20 лет, как в стране действуют моратории. С 2017 года в регионе наблюдается рост популяции сайгаков. Сейчас их насчитывается 2 миллиона 600 тысяч особей. Согласно научным исследованиям, до конца сентября будет принято конкретное решение по регулированию численности диких животных. Какие именно меры, будет известно позже. Повальный расстрел животных недопустим, считают сенаторы. Есть законы. Проблему необходимо решать цивилизованным путем. Потому что сайгаки больше близко подходят не только к пассивным площадям, но и к населенным пунктам. А это уже какие-то инфекционные заболеваемости, паразитарные заболеваемости. Для страховки, для предотвращения таких случаев нам нужно как-то регулировать. Я думаю, что со стороны государственных органов, сегодня руководители министерства принимали участие, будут предприняты соответствующие конкретные меры. Уже пришло время, когда нужно принимать какие-то меры. Но цивилизованным путем... В целом все проблемы аграрного сектора взяты на карандаш. Со стороны правительства фермерам региона будет оказана всесторонняя помощь, заверили депутаты. Альбина Кумаргалеева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Хабар-24, Уральск.